здравствуйте мальчики и девочки студенты и студенты единогосударственный экзамен механика кинематика и закон сохранения энергии давайте своим посмотрим задачу камень массы 5 килограмм падает с нулевой начальной скоростью с некоторой высоты найдите кинетическую энергию камни в середине пути если продолжительность падения 2 секунды и так что я предлагаю сделать самое простое записать условия задачи то есть то что нам дано и изобразить чертеж поехали ну вот условия задача записал массой вот этого камушка 5 килограмм будет падать 2 секунды найти кинетическую энергию вот здесь вот где-то серединке вот найти кинетическую энергию вот тут в серединке значит смотрите я обозначаю вот эту вот высоту с которой будет падать тело буковкой h до или h вот вот и все значит почему это тело будет падать да потому что на тело действует сила тяжести то есть он будет падать с ускорением же понятно и будет падать всего 2 секунды ну значит смотрите наверное сразу можно найти высоту с которой будет падать это тело этот камень вот 5 килограммовый как почитать можно находится в свободном падении gt квадрат пополам все потому что начальная скорость была равна нулю вот в этом самом положении я кстати говоря предвидя то что я буду делать дальше этому положению присвоен номер один положение номер один здесь будет положение номер два поэтому и кинетическую энергию мы будем искать положение номер два вот здесь вот в серединке пути так ну что значит можно подсчитать сразу же мы принимаем за 10 значит 10 умножаем на 4 потому что 2 квадрат 4 делим на 2 и получаем 20 метров и так этот камушек 5 килограммовый вот будет падать с высоты 20 метров вот это мы нашли значит половинка который обозначить буквы аж маленькая вот это вот маленькая вот это отсюда сюда ну естественно будет половине вот этого пройденного всего пути значит будет равняться 10 метров ну вот значит кинематические и наши пляски мы закончили теперь переходим к закону сохранения энергии значит закон сохранения энергии говорит о том что сумма кинетической потенциальной энергии в замкнутой системе отчета остается всегда и причиной постоянной а я предлагаю вам запомнить закон сохранения энергии следующим образом значит посмотреть из какого положения тела так сказать поехала и в какое положение оно приехало да вот первое второе значит сумма кинетической энергии но я записываю и к и х 1 вот иногда пишут к вот плюс потенциальная энергия в первом положении иногда пишут равняется то же самое кинетическая энергия во втором положении плюс энергия потенциальная во втором положении то есть к 1 п 1 равняется к 2 плюс п 2 вот все мы начинаем после этого думать кинетическая энергия в общем виде подсчитывается как м в квадрат пополам а потенциальная энергия м же аж вот все мы начинаем думать в первом положении скорости вообще нет значит кинетическая энергия равна нулю есть только потенциальная энергия вот в этом положении что происходит во втором положении кинетическая энергия есть ну конечно есть этот кто там падает камень не тузик и не шарик да ну вот значит камень падает вот значит он же не остановился здесь он должен в землю в бахаться пока этого не происходит значит тут есть скоро значит кинетическая энергия но естественно поскольку он еще не долетели не долетел до земли кстати говоря на земле вот здесь вот он должен прилететь в конечном то итоге ну вот мы говорим потенциальная энергия будет равна нулю вот здесь нулевая потенциальная энергия но это нас не интересует ну вот а сейчас мы можем совершенно спокойно найти то что мы ищем кинетическую энергию вот здесь вот на высоте 10 метров и самое вот интересно что получается смотрите происходит вот что и пи 1 минус и пи 2 да и это равняется и и 2 вот так вот кстати говоря я могу записать и таким вот образом хотя это совершенно не нужен с вами физику очень правильно ну вот и пи 1 это равняется и к 2 а что это такое это изменение потенциальной энергии значит для того чтобы тело приобрело кинетическую энергию потенциальная энергия должна изменяться минус дельта и и равняется и к 2 почему тут знак минус 2 что энергия потенциальная в течение падения да она уменьшается вот такая вот интересная штука но это нам как говорится и знать то вроде бы как бы не на то что нужно найти кинетическую энергию втором положение и кидала будет равняться и пи 1 это у нас м ш а и пи 2 это м же аж маленькая ну и что м же за выносим за сколько тут будет аж минус аж и получается уме можно сосчитать 5 на 10 50 20 минус 10 можно взять калькулятор убедиться в очередной раз что получается 10 и в конечном итоге мы получаем 500 джоулей вот такая кинетическая энергия будет вот в середине так сказать пути и еще одну задачку с вами решили готовимся готовимся к единому государственному экзамену и самое что интересно на одном из самых крутых каналов в деле изучения физики который называется физика это просто поэтому если вы еще не записано мой суперский канал ну сделайте доброе дело запишитесь расскажите также всем чтобы они тоже записались ну и конечно лайк не забудьте поставить всего всего доброго до свидания и до следующей задачи а